всем привет дорогие мои друзья подписчики и гости канала рада вас снова приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня мы с вами напишем еще одну маленькую работку розы красные работать будем и кисточкой и мастихином так что оставайтесь смотрите будем рисовать холстик 10 на 15 также вы можете эту работу смело делать более большого формата то есть соответственно кисточки можно побольше брать да то есть для маленького формата у меня такая вы можете больше кисть беру скошенная синтетика разбавитель буду также использовать гелевый который медиум беру белилки немножечко туда коричневой красочки таким вот цветом коротенькими мазочками я втираю и заполняю тоненьким тоненьким слоем верхнюю часть в основном будет верхняя такая тепленькая к низу мы добавим зеленцы заполняем то место приблизительно обходим где вот наши розы будут темные листья туда тоже белила не добавляем чтобы у нас там был глубокий темный насыщенный оттеночек вот примерно до этого момента я прокрыла тепленьким добавляю капельку капельку голубой фэц и желтенькой на белилках вот таким вот грязновато зеленым даже скажем тогда у меня чистый зеленый какой-то такой вот грязненький заполняю нижнюю часть фона и постепенно захожу в наш теплый да как бы делая легкую растушевочку очень очень тонким слоем прям втираю с усилием втираю нам очень большой пастозный слой не нужен чтобы нам было легче работать голубая фс с коричневым кисть протерла получается темно-зеленый цвет этим цветом мы заполняем всю темноту вот это где у нас будут подразумеваться листья никаких пока светлых оттенков туда должно быть очень-очень темно чтобы наши яркие зеленые желтые да вот эти вот сок сочные листочки они будут смотреться еще ярче когда у нас темная подложка также вот отдельно розочка стебелечек намечаю вот такими вот мазочками дымчатыми размытыми намечаю у нее листочки кисть протерла и края слегка растушевая с фоном такое тоже дымчатое состояние если сильно темных светлый тянется протираем кисточку и уже сухой еще раз растушевываем все это дело далее я беру фиолетово розовый хинокридон тоже в маленьком количестве и втирающими движениями вот там где у нас будут розочки если у вас этот свет будет выходить за пределы розочки слегка да то есть ничего страшного такая дымчатое состояние какое-то вот за пределами розы тоже приветствуется они у нас такие немного абстрактные получаются то есть не идеально выписанные даты такое все размазанное сейчас такие вот работы картины модно размазывать края специально даже это делают фиолетово-розовый хинокридон добавляю капельку голубой фацеток и получается глубокий темный цвет темно-фиолетовый вот где-то теневые участки в этих розах показываю этим цветом заполнила и слегка растушевала края наших розочек можно пальчиком вот так растушевать можно взять мастихин рыбка и придавить края как бы растушевать с фоном также зеленью можно плюс этого момента тоже что мы приглаживаем максимально слой делаем тонкий набираю белилки на кисточку и такими вот пастозными мазочками прохожу по фону если розовый вмешивается протираю и заполняю но заполняю не полностью а чтобы вот этот коричневатый внизу зеленоватый были эти оттеночки видны также на зелень захожу где-то он с белилами до слегка смешивать то есть самое главное сильно не тереть и не втирать до однородного цвета то есть вот получилось такая дымчатая мазочек дымчатый вот его оставьте то есть попытайтесь увидеть какой-то красный красивый мазок и его оставить красная с хинокридоном вот смешала набираю на мастихин немножко красочки на краешек и начинаю формировать наши розочки вот розочка мы видим ее как бы боком да немножко мы видим серединку ее какие-то там скопления лепестков бутончики а дальше уже большие листочки которые огибают и и так вот и заполняем то есть немножко нанесли тех и здесь уже боковые более крупные не пытайтесь их делать как-то идеально выписывать самое главное правило это если надо нанести какой-то маленький лепесточек да вот как в ма на макушечке они там коротенькие то есть красочки набираем немножко если нам нужно побольше лепесток сделать соответственно красочки набираем побольше также у основания от тому розочки да какая-то зеленушка присутствует вот мы ее показали темным цветом следующая розочка тоже она так вот бока но слегка к нам склонилась волнистый краешек сделала дальние лепесточки теперь серединка еще главное правило чтобы были они такие вот объемные живые не жалейте красочки то есть выкладывать ее если лепесточек то есть она постойника чтобы были края лепестков вот именно бортик такой получался это будет собственно свет тень появляться непосредственно от самой краски от постозности добавила даже где-то капельку капельку белилок вот приблизительно я показываю вот эти вот лепесточки изгибы внизу оттеняю теневая у нас не любят да помним что постозности то есть здесь я уже набираю немножечко краски чистым красным вот следующая лепесточек следующий аккуратненько ели касаясь выкладываю красочку создаю вот эти вот бутончики розочек вот еще посмотрите один лепесток до проложила ниже чуть-чуть другой на кое-где даже вот этот розовый подмалевок он остается он он будет виден в некоторых местах вот большой лепесток и здесь его как бы перекрывать еще если красочки как здесь не хватило то есть я беру и аккуратненько добавляю дорисовываю мастихином лепесток там вот сбоку тоже кусочек розочки так вот его закрасила его конкретно не видно ну пятнышко такое показала и здесь вот роза она полностью повернулась к нам смотрит дам короткими лепестками огибаем по кругу мастихин двигается по кругу то есть вращаем ручкой не держим мастихин в одном каком-то направлении то есть двигаем вращаем и заполняю постепенно маленькими мазочками коротенькими но такие вот выкладываю пастозные создаю эти лепесточки к серединке они становятся все короче короче и в самой серединке такие прям уже просто капельки краски поставлю здесь теневую хочу чуть-чуть приглушить очень много и добавила сверху красным желтый голубая фэц и желтая преобладает голубая фэц и у нас очень такая сильная красочка показываю листочки вот один листочек такой светленький другой будет немножко потемнее вот голубая фэц и с коричневым желтым зеленоватым и потемнее также стебелечек красочки очень мало как бы торцом прочертили где-то прерывается красочки ведь они не сплошной стебелек идеально ровные а вот именно вот так вот будь живописно что он где-то легкого хорошо красочка где-то прерывисто опять темным цветом вот создаю по тем вот нашим дымчатым состоянием да даже не по ним а где-то рядом с ними чтобы такая теневая воздушная оставалась добавляю лепесточка вы тут прям втираю растираем не вывожу их идеально то есть какие-то мазочки на как напоминающие лепестки эти этого будет достаточно не надо там идеально создавать форму листочка вот внизу получилось толстовато да вот белым можно цветом подрезать таким образом делается потоньше стебель добавляю мастихином белых участков где-то даже специально захватываю красочку с листочком чтобы она смешалась с фоном и такая вот получилось как бы цвет листьев фоне мазочками вот этими вот темно-зелеными голубая фацетом желтым и вот и хиногридон оттуда добавляю создаю какое-то темное движение мазочки разнообразные темные в этой зелени где-то вот я пальчиками брала картинку маленьками неудобно ее на мольбер куда-то ставить она у меня лежит то есть закрываю те места которые у меня такие с проплешенками получились теперь беру желтенькую лимонку в этот же оставшийся замес вот такой посветлее и он ведь и более охристы потому что там присутствовал коричневый оттенок создаю выкладываю какие-то листочки тоже видите буквально одним мазочком мастихина как бы ну мы представляем да листочек это что-то такое вот вытянутое то есть примерно такие мазочки и нанесла какое-то движение внизу лимонка с голубой фицца вот более светлая солнечная зелень получается также покажу евро в разных направлениях где-то на вот этой розочки тоже они полностью перекрывая темные да где-то можно показать светлых одним буквально резким мазочком от мастихина оставляет такие интересные отпечатки то есть ни на что не похоже то есть кисточкой так сложно будет сделать не сильно давя это вот обязательно сильно не давите вот по темному чтобы вон так скользил прям мягенько мягенько шел добавляю белого вот между листочков где-то аккуратно залезли если на листочек ничего страшного то есть вообще ничего страшного красных пятнышек здесь добавлю каких-то продолжаю добавлять светлости в фон вот здесь очень такое место хочется добавить больше белого чтобы наши розочки до более так вот ярко смотрелись на светлом фоне аккуратненько аккуратненько полностью не перекрывая наш подвал подмалевочный слой вот посмотрите тоже от розочки потянулась чуть-чуть красного фон и я так и оставила специально я заметила это и мне показалось что это красиво почему бы и нет я это оставил также слегка белым вот видите легкими такими резкими мазочками захожу в зелень и вот здесь не видно я отделяю розочку высокую до эту светлого цвета добавляю между ними чтобы ее выделить добавляю голубой фэцф зелень в эту коричневый темным цветом где-то можно если очень сильно какие-то листья такие вот прям размашистые получились подрезать этим цветом то есть как бы можно красочку гонять туда-сюда где-то я добавляю прям чистых лимонных но немножко таких вот солнечных бликов дополняем и белила с хинокридоном кое-где немножечко немножечко поставлю таких мазочков на розочках чтобы ну так будет мне кажется поинтереснее так немножечко каких-то розоватых оттеночков добавить вот посмотрите поближе какие розы получились чудесными типа под розами фон этот розовый видно вот свет преломляется мазочки эти так вот играют красиво и за счет этой постозности появляется свет тень объем роз такие они замечательные розочки у нас получились спасибо друзья запас за просмотр поставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны у нас все будет очень много чего интересного красивого полезного я желаю вам всем отличного настроения творческих успехов и до скорой встречи в новом видео пока пока